А то уже там народы уходят. Добавляю, что в этом году в рамках благословения в Москве впервые помоют фасады всех жилых домов. В корпусе Хрущевы попали в программу реновации. Так всегда по-другому. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Чек-чек. Так. 21 час и почти 7 минут вас приветствуют Невзоровские среды в своем платиновом составе. Как полагается. Виталий Демарский. Здравствуйте. Александр Невзоров. Здравствуйте, Александр Глебович. Да, это я. Прекрасно. Всех слышно? Всех слышно. Все на местах. Мы можем приступать, Александр Глебович. Как пишут наши слушатели, да, жгите. Ну, я вам могу сказать, Оленька, вы знаете, когда возникают разговоры о морали, да? Разговоры о морали возникают тогда, когда надежда на открытие публичного дома уже не осталось. И это я к чему? Это к тому, что Гундеев заговорил о большом взрыве. Это еще не апогей маразма, но явно его папагей точно. Мы к этому сейчас еще вернемся. Дело в том, что в Украине Зеленский победил Порошенко. И теперь Украина явно на зло России прямо у нее под носом и под боком будет сиять и переливаться всеми цветами и оттенками всех возможных гражданских свобод. Вот понятно, что это провокация, понятно, что ужасно, когда кровавая хунта, мало того, что она затевает честные выборы, она еще и честные выборы проваливает и проигрывает. Это характеристика, что такое на самом деле кровавая хунта. Вообще от всего этого пахнет кошмаром и подрывом скреп. Путин, как мы знаем, молчит и не поздравляет Зеленского. Ну почему же поздравил, Александр Глебович, простите. Уже поздравил. Паспортами. Да, он подписал указ о ускоренной выдаче паспортов российских жителям известных областей. Дело в том, что практически все опасные элементы на территории Донбасса имеют и так российское гражданство, всем остальным оно просто не надо. Поэтому здесь он ничем не исковал. Я говорю о тех формальных дипломатических нормальных поздравлениях, которые должны были бы быть, но он не поздравляет. Я подозреваю, что он занят сейчас очень работой над списком комиков, которые надо было бы выслать, например, в Чечню на перевоспитание. И вообще, судя по всему, можно было бы на всякий случай расстрелять Галустяна и Слепакова. Я уж не говорю про то, что можно придумать еще какой-нибудь такой типично российский адекватный ответ. Я вам хочу сказать, что на их Петербург это все знаете, за кого голосуют в качестве президента? За Шнурова. Я понимаю, да. Это не только на их Петербурга происходит. По поводу того, что теперь делать со всякими там юмористами, ну, во-первых, есть гуманный вариант. Я бы предложил, потому что открыт недавно охотничий сезон, и можно было бы в списке боровой водоплавающей дичи вносить вот всех этих юмористов отвратительных и всяких стендаперов. Но вообще, если Крым все-таки воспринят киевский урок, то он должен пойти еще и дальше. У нас ведь есть, например, чудесные статьи, там, 275-я, 280-я статьи Уголовного кодекса. Это измен родине, экстремизм. Туда можно было бы, конечно, вставить статью, которая называлась бы там «Смехуечки», и которая была бы с экстремизмом сопоставима, ну, вот с экстремизмом как минимум. Оль, у вас, кстати, есть любимая статья Уголовного кодекса? У меня их много, Александр Глебович. Много. А у вас, Дымарский, какая статья любимая? Как Высоцкий пел «И не могу, читаю до конца», да? Да, то есть у вас нет любимой статьи. Ну, ладно, хорошо. И вот я бы еще... Когда-то была 58-я. 58-я. Сейчас 282 есть, Виталий Наумович, если что. Ну, да. Хорошо. Я бы вообще еще рекомендовал во всяких госучреждениях вместе с иконами и портретом Путина, конечно, вешать картину Васи Ложкина. Не время улыбаться. И она должна стать символом противостояния всему этой всей этой украинской вакханалии. А у вас-то какая статья любимая? Ну, естественно, 227-я. Какая у меня еще может быть статья любимая? Мы заметили. Это же понятно, да? Она не всегда правильно себя переводит, из-за чего возникают у нее потом конфликты с прессой, которые как-то не так ее услышали. Ну, почему? Она все просто сказала, что свобода – это запреты, запреты – это свобода. Ну, я говорю, это вот перевод перевод вот с этого странного языка, да. Но вот труднее всего будет, конечно, справиться с клоуном номер один. Я уже говорил про Папагей Гундяева. Причем он здесь переплюнул, конечно, не только Зеленского, но и даже мистера Бина. Помните, такой был персонаж? Он и есть. У него получилось. И только так может быть в науке. Вероятно, Гуни никто не рассказал про то, что есть замечательное объяснение флуктуации, про то, что есть замечательное струнное объяснение с помощью струнной теории этого большого взрыва. Есть нормальное объяснение с помощью квантовой пены. То есть вариантов миллиардов. Видите, есть струнная, а у него духовая. Нет, я понимаю, но вот кто нашептал бедняге эту глупость и зачем он это с видом Волочковой, который рассуждает о айфоне, это все озвучил, совершенно было непонятно. Причем зачем он примазывается к атеистам? Это отдельная история, потому что теория большого взрыва, теория целиком атеистическая и более того дико-еетическая с точки зрения христианства. Потому что даже если туда и приплетать какого-то бога, то по этому делу их Иегова точно не проходил и даже не стоял на шухере. Там еще могут возникнуть какие-то подозрения по поводу Бора, Азилиса. То есть он не взрывал, вы хотите сказать? То есть, так нет, это нигде его деяние не зафиксировано совершенно точно. Вы спрашиваете, это тоже я, да? Но у Гундеева как-то очень просто, вот у него такое первобытное мышление, что под все непонятное нужно подсунуть каких-нибудь духов или каких-нибудь богов. Причем понятно, да, вот что тот бог, доверенным лицом которого является Гундеев, он ведь как бы не справляется со своими обязанностями, мы это видим. Что какое может быть соучастие этого существа в подготовке и осуществлении большого взрыва, когда он даже, Исааки, не может помочь Гундееву захапать в Петербурге и который раз они получают по носу. Это понятно, что было сказано, было сказано, неизвестны науке такие случаи. Понятно, что это все говорилось для старушек и понятно, что действительно большой взрыв давно не является загадкой. Гуню элементарно подставили, я бы на его месте объявил этому богу просто строгий выговор. Он бы еще с таким важным видом рассказал о волшебных секретах работы Примуса. Но я думаю, что теперь у патриаршего хора прибавится работа, потому что если там есть прекрасный мотив Алиманова в сбранной воеводе, вот на этот мотив они теперь могут на каждый вечерний петь товарищ Гуня, вы большой ученый, попробуйте это все. Это лучше ложится на Мурку, но можно, собственно говоря, и на Алиманова. Но вот тут сейчас приблизилось, помимо Гундяева, приблизилось еще одно большое-большое светило мысли. Приблизился Ким Чен Ын, да? Он прибыл на какой-то полустанок сегодня утром на бронепоезде. Вообще-то он в Абл-Дивосток должен был прибыть, если я не ошибаюсь. Нет, сперва началось все с полустанка, где его пытались накормить по русскому обычаю каравая. Это не получилось, потому что он пухлыми пальчиками кусок каравая отломить не смог. Каравая проверили именно искателем, потом его долго нюхала собака. Потом по северокорейскому обычаю это дали попробовать дегустатору придворному. Все надеялись, что дегустатор тут же умрет в муках. Этого не случилось. Но отломать ничего не получилось. Дело не в этом. Кто ему подсунул эту жуткую шляпку? Вот при таких щеках одевать что-то похожее на котелок Чарли Чаплина. Вы хотите быть стилистом Кинчанына? Я поняла. Категорически не получится. Но это же не Россия в конце концов. Нет, это конечно не Россия. У них такая мода. Но вообще, как выяснилось, он такой очень веселый парень, который за всех сил старается выглядеть серьезно. Поэтому то, что называется, приоделся. И вообще, он был, говорят, чрезвычайно утомленный, что понятно. Потому что дорога долгая, надо как-то коротать. И, возможно, он коротал эту долгую дорогу расстрелом с крупнокалиберного пулемета министров. Они этим очень любят, то, что называется, подзаняться. Давайте все-таки вернемся в Украину. Но это интереснее даже и чем Кимчанын, и даже чем Бог со строгим выговором в деле. Александр Ильич, вы только забыли еще один нюанс, который я хотела у вас выяснить. А почему Патриарх поздравил Зеленского? Или это все фейк и обман? Не знаю. Не знаю. Это вы спросите у Гундяева. Ой, мы еще подождите. У нас же до Украины, у нас же еще не обсужден Быков. Потому что с Быковым вообще все получилось потрясающе. Оля, вот вся либеральная общественность, она уже завела и разогрела свои 12-цилиндровые рыдальники, украшенные стразами, готовясь так оплакивать писателя Быкова, чтобы тот в гробу краснел, и чтобы вот лавра хватила бы по крайней мере на 10 тысяч порций рассольника, которые писатели так любят. И причем все эти модные рыдальники, они недавно прошли обкатку на Началовой, потом на Нотр-Даме, и, конечно, всем хотелось погазовать на Быкове, но Быков, зараза, всех по-путински так сделал. Он выкарабкался, выжил. Я с ним сегодня утром беседовал. Речь у него абсолютно нормальная, внятная, без каких бы то ни было проблем, дефектов. Но, Оля, я вам скажу, он абсолютно неисправим. Потому что все темы о его состоянии он переводил на баклажанчики. Просто мы с ним нашли один ресторанчик в Питере, где действительно классные жареные баклажаны. И вот о чем бы мы ни говорили, он переводил на баклажанчики. Принесли его домой, оказался он живой, это самое лучшее. А вы знаете, что вообще своей жизнью он обязан мне? Потому что я ему послал, когда все было очень плохо. Мы все вам обязаны. Я понимаю, когда все было очень плохо, я ему послал СМС, и сегодня опубликовал собеседник. Там было написано, что, уважаемый Дмитрий, представьте себе, какое количество дегенератов вы обрадуете своей смертью. Я понимаю вас в вашем желании. Действительно, глядя на все, хочется помереть. Но я прошу вас некоторое время повременить с этими забавами. Он послушался, и мы имеем живого быкова. Прекрасно, прекрасно, браво. Дегенераты молчат. Если это так работает, мы должны это обязательно учесть и всегда использовать в быту и на производстве. У нас есть перерыв на рекламу, или нет? Да, конечно, мы здесь делаем перерыв на рекламу, а потом вернемся в эту сторону. Очень коротенький. Очень коротенький. Скажи порогу, красавчик. Кургама, где лучше приобретать недвижимость. Негде туристическую буму и нет налога на недвижимость. Это Грузия. Это современный Батуми, где вас очень любят и ждут. Крупнейший состройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки роскошных апартаментов в 100 метрах от пляжа. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. В Батуми вас ждет тепло, солнце и новое удовольствие. В поездку входит перелет, проживание и невероятная развлекательная программа. Так, котики мои. Прекратите скандалить по поводу начала передачи. Передача начинается после новостей и рекламы. Не в 21, а в 21.05, а то и 07. Прекламу на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Не в Зоровские среды. Платиновый состав продолжает свое движение. Виталий Демарский и Ольга Журавлёва внимательно слушают Александра Невзорова, как и все вы. Да, я напоминаю о том, что мы находимся в Гильвеции, в обители великого русского писателя Юниса Теймур-Ханлы, который получил еще одну звездочку. На свой погон. Теперь у него на одном погоне две звезды, а на другом три. И еще я хочу сказать, что Артемий Троицкий, которого мы любим и к которому мы относимся с нежностью, он сделал заново свою передачу «Обломов». Они сняли эту передачу, они подготовили ее к эфиру, но тут я в соответствии с 227-й, любимой моей статьей Уголовного кодекса, я, естественно, вмешался, передачу спер и разместил у себя на YouTube-канале, но дальше там все будет происходить законным и нормальным образом. Давайте вот все-таки у нас важнейшая тема – это Украина, а меня все как-то вот отвлекает. Вас заносит, да. Да, совершенно верно. Вот украинские выборы, они обозначили важнейший и насущный вопрос, что делать с отработанными президентами. Вот, конечно, всякий президент, он напоминает подмышечный волос, удалять его, не удалять его – это дело мода и дело вкуса. В Румынии, в Ливии, как вы помните, эти вопросы решались очень просто. Это либо стена солдатского сортира в Торговиште, либо это морозильник в местном супермаркете. То есть там с президентами как-то разбирались. Но, как показал отечественный опыт, например, пример Горбачева, бывшего президента можно и не расстреливать, и ничего страшного при этом не происходит. Никаких... И пример Ельцина, между прочим. Да, 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 да. И, более того, это не модно. Вот я сошлюсь даже на дикий абсолютно Судан. Вот там свергнутый президент, только что свежесвергнутый президент, он спокойно по утрам ходит к ларьку пропустить кружечку вторую коровьей крови и ругается с соседями. По саванне его никто вообще не расстреливает. Но, тем не менее, вот есть такая проблема, что с этими президентами делать. На Украине она сейчас обозначена. Легкого способа нет, потому что, вот, как есть там, не знаю, вот у строителя президентов, как у строителя припищевых отходов, еще не разработано. Измельчитель, знаете, вот как... Шрёдор. Шрёдор. Да, да, да. Называется, да? Да, 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 совершенно верно. На ленточке пустить. Для ненужных бумаг тоже, хотя это было бы прекрасным решением вопроса, это было бы, в общем, закономерным, потому что скифы, когда они отправляли в последний путь вождя, они случайно убивали слуг, наиболее верных придворных, и всех, в общем, укладывали в одно помещение. Это экономило преемнику и последователю силы, средства. И вообще это было очень разумно, потому что сейчас на Украине будет такая ситуация, когда, представьте себе, вот, насколько там Порошенко неуместен, он все время будет лезть с советами. Это вот как бывший муж, новому мужу рекомендует во время брачной ночи определенное количество фрикций. Александр Глебович, простите, это очень странная история. Ну, на Украине, в Украине президенты менялись регулярно все эти годы. Ну, были Майданы, были всякие другие вещи, были люди, которые не уходили из политики, оставались активистами, там что-то, чем-то занимались. Да, ну, в Киеве, где-то ломают карандаши в Ростове, профессионально. Ну, это был отдельный эпизод, да, но тем не менее, выборы всегда происходили регулярно, и ни разу такого не было, чтобы это вызвало такой безумный восторг. Ах, у них случились выборы, боже мой. Что произошло? Почему именно уход Порошенко, проигрыш Порошенко, это какая-то прям новая вещь? А может быть, не столько уход Порошенко, сколько приход Зеленского, да. Нет, вы знаете, я без всякого уважения отношусь вообще к выбору любого народа. Просто, в принципе, без всякого выбора. Полагаю, что в силу естественных причин разумным такой выбор вообще не может быть. И с учетом примитивности массы, а это неизбежно абсолютно, когда мы говорим об огромных человеческих массах разного уровня и преимущественно очень низко, я всегда ищу самые примитивные причины выбора. Сейчас развелось, как вы знаете, очень много политиков и политологов и аналитиков. Достаточно взглянуть там на склоны Ант или Альп, да. Вы увидите только косы, практически не увидите козлов. Вероятно, все они сейчас заняты аналитикой политической. И они всегда это... Они, в принципе, не могут понимать, что думают темные массы невежественные. Они полагают, что вот эти примитивные факторы, которые воздействуют на выбор, нужно трактовать как-то с позиции очень сложной большой рефлекторики. Дело в том, что... Причем совершенно неважно, кто стоит с Зелинским. За всеми кто-нибудь стоит и хуже, когда то, что называется, не стоит вообще. Но давайте посмотрим, что произошло, какой дрейф мнений вытащил Зелинского. Дело в том, что я полагаю, что вот то, что произошло в Украине, это вопрос не политики, но в первую очередь, конечно, кастинга. Украина так долго и так яростно дралась за свою свободу, что решила, что у свободы не должна быть такая отечная и унылая рожа. Причем еще и с таким императорским отливом, как у Порошенко. У Порошенко неплохая архитектура лица, но к этой архитектуре лица нужна тога, лекторы, лупонарии, как минимум. И вообще вот какие-то такие чисто императорские штуки. И потом президент, когда смеется, он не должен напоминать скульптуру писающего вакха. Тут тоже украинцев можно понять и понять, почему они решили произвинить. Я же говорю стилист. Что вы будете говорить, что вы скажете о Зеленском? Подождите, да, вот у Порошенко был такой директорский типаж, у которого везде пиджак оттопыривается административным ресурсом. Он зачем-то набрал вот такую тяжеловесную стилистику советского руководителя. От него пахло таким обкомовским хряком. А сейчас в моде вообще совершенно иное, принципиально другое. И вот Зеленский, конечно, гораздо свежее. Он не радикально свежее. Хотя я могу сказать, что кондитер великолепно сейчас держится. Великолепно держится. Его также невозможно было выбрать, как невозможно сейчас сделать серьезные деньги на торговле компакт-дисками. Все, вот то, что называется поезд руководителей такого типа, ушел и уходит. Да, он мил, но он абсолютно из прошлого. Вот это все старопердичество, которое в нем во многом было сконцентрировано, оно сейчас уже не прощается. Когда-то именно им была заткнута жуткая кровавая дыра, которую проковыряла в Украине рука державной соседки. И причем Порошенко ведь не глуп, не трус. Он сделал огромное дело с Томасом. Но вот это вот старопердичество, вероятно, его и подвело. Он вообще-то собирается остаться в политике. Ну мало ли кто что собирается, да? Мы увидели в процессе украинских выборов важнейший, касающийся нас напрямую, факт, то есть ничтожность церковного фактора. Сейчас и РПЦ, и украинские церкви, да, они изо всех сил раздувают свою значимость и своим постоянным медийным присутствием намекают, что они существенная часть общественной жизни. И мы видим в Украине Порошенко, который, да, действительно совершил историческое событие с украинским Томасом. И никому до этого никакого дела, как выяснилось, нет. При том, что Украина, как минимум, там в 10 раз религиознее, чем Россия. То есть это было забытое, это не сыграло никакой роли в его судьбе. И в этом, в общем, нет ничего удивительного. Но жалко, если сейчас эту историю с Томасом похоронят, потому что больно забавно уж было наблюдать корчи московских попов. Ну вот сейчас пришел другой. Александр Глебович, мы, к сожалению, должны прерваться. Да, у нас новости, потом реклама, а потом мы вернемся в эту студию. Александр Невзоров ждет вас прямо здесь. Плей на 10-го в Москве. Студия Яков Широков в эфире новости. Жители Донбасса смогут обращаться за российским гражданством, не отказываясь от украинского. Как разъяснили в российском МВД, такой порядок обусловлен ситуацией и трудным положением, в котором находятся люди на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, передает агентство РИА Новости. Вопрос о принятии гражданства будет рассматриваться до трех месяцев. Прием заявлений, как ожидается, будет проходить на территории Ростовской области. Указ о попрощенном принятии в российское гражданство жителей отдельных районов Востока Украины подписал сегодня президент Владимир Путин. Этот шаг уже осудили в Киеве, в ряде европейских столиц, а также в США. Полицейские Орехова Зуева насмерть забили отца чемпиона по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау. Задержаны трое подозреваемых, рассказали в управлении СКР по Московской области. Следствие считает, что именно они били 46-летнего мужчину, а потом скрылись с места происшествия. Пострадавший скончался в больнице спустя неделю после нападения. Сейчас один из подозреваемых находится в СИЗО, а двое под домашним арестом. О том, что погибший был отцом бойца смешанных единоборств, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рост расходов корпорации Boeing может составить около миллиарда долларов. Это связано с сокращением объема производства лайнеров Boeing 737 Max. В первую очередь причиной является сокращение объема закупок комплектующих, которые будут обходиться авиаконцерну гораздо дороже, пишет издание РБК со ссылкой на презентацию компании для инвесторов. Проблемы у компании возникли после двух катастроф новых самолетов 737 Max 8. В обоих случаях, по предварительным данным, причиной стали неполадки в системе самолетов. В Петербурге восстановили движение автомобилей по улице, где сегодня разлился кипяток. Во Фрунзенском районе города прорвало теплотрассу. Как передает агентство ТАСС, пока что там идут ремонтные работы. Сообщалось, что без горячей воды остались более 100 домов. В промойну с кипятком сегодня провалился пассажирский автобус. Однако сотрудникам МЧС удалось спасти всех пассажиров. Как пишет интернет издание Фонтанка, никто в результате инцидента не пострадал. В Москве завтра днем ожидается небольшая облачность без осадков, плюс 20-22 градуса. Яков Широков, Служба информации, Эхо Москвы. Я внимательно читаю все ваши вопросы и пожелание помахать и подмигнуть. Машу всем сразу. И на Фиджи, и во все остальные места. Будьте здоровы. Реклама на радио Эхо Москвы. Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. 24 апреля, в среду, после 22 часов, в программе 47 минут, избранный президент Украины Владимир Зеленский. Эфир ведут Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. 47 минут, в среду, после 22 часов. 21.34. Мы снова с вами. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга. Виталий Дымарский и Александр Невзоров. Александр Глебович, мы вас, как обычно, прервали на полусловие, а вы еще не завершили свои тезисы. Да, я к тому, что артист стал президентом. Это очень похожие профессии. Но у президентов гонорары повыше, но к этому очень быстро все привыкают. Ой, не уверен. О нет, дорогой мой. О нет. У артистов бывают гонорары. Ого-го. Это не сравнится даже со самым средним президентишкой. Бросьте вы. Но вот что касается красавца Зеленского, он мне нравится. Хотя меня смущает его речь. У него то, что называется «язык без когтей». И он немножко для меня вялый. И кажется, он собирается все-таки править с оглядкой на раду, на всякие дурацкие законы. Он бы мог сейчас на волне своей популярности совершать чудеса. Но я боюсь, что он не радикал. Он, правда, пообещал в Украине публичные дома и казино. Но, честно говоря, это радикально оздоровит, но не решит всех вопросов. Вот Россию я знаю лучше. Я, например, точно знаю, что надо было бы в подобной ситуации делать в России. Давайте смоделируем прямо сразу. Сначала, значит, какой приходит комик, что происходит с предыдущим президентом, а потом, что нужно делать, чтобы обустроить. Комика пока подставлять не будем. Давайте сразу, что нужно делать, чтобы обустроить Россию. Вот, чтобы обустроить Россию, конечно, никаких публичных домов не хватит. Они внесут свою лепту оздоравливающую. Оскорбливающую, но это полумера. В России будет необходимо отменить все, без исключения законы, принятые за последние 20 лет. Я не говорю там про какие-то особо патологические законы Димы Яковлева, оскорбление чувств верующих и ворующих, о закрытии интернета. Я говорю просто вообще обо всех законах. Их проще отменить чехом. И в течение суток, без разговоров, без обсуждений, без следа, как бессмысленные, вредоносные, ликвидировать все Роскомнадзоры, ФАСы, Министерство образования, Министерство культуры, Росгвардию, Минтруд, ВПК-шные структуры, миграционные службы, таможни, всякие там Росфинмониторинги, Рособранадзоры, Росмолодежи. И все эти кормушки деградационные, существование которых не вызвано вообще никакой необходимости. Я уж не говорю про необходимости. А что будут делать эти люди на улицах? Они же будут бросаться на оставшихся граждан? Во-первых, нет, они не будут бросаться. Мы помним и видим, как всегда Россия настолько велика, и всегда есть куда отступать, и всегда можно найти себе какое-нибудь занятие по способности. А как люди будут без присмотра сверху? Подождите, подождите. Для этого можно открыть все границы, в 10 раз сократить армию, разумеется, вступить в НАТО, готовить отказ от рубля и переходить, вступать в зону, потихонечку вступать в зону евро. Не быстро, да, для того, чтобы дать возможность создать здесь людям первоначальные капиталы. Вот плюнув на все державности, на все величия, в первую очередь вытаскивать людей из нищеты и безнадеги, убрать вечно голодную карательную систему, которая пожирает и бизнес, и простых людей еще в эмбриональном состоянии, и штрафовать только за лень, за нежелание зарабатывать, зарабатывать много, поощрять любые формы повышения собственного материального благополучия, выявлять действительно большие скрытия, действительно больших доходов, и премировать за это, тем паче, что напечатано дикое количество всяких наштампованных орденов, вот есть же даже орден за услуги режиму, за заслуги перед Отечеством. Вообще, от слова «разрешив» пахнет мерзко, пахнет каким-то самодержавием, корректнее сказать, дать возможность всем зарабатывать столько, сколько кто может, и полностью устранить любое присутствие государства в любых расчетах граждан между собой. Ну, пиратство ваше будет процветать в таком случае? Опять грабеж на улицах? Александр Ильич, это президентская программа просто. Нет. Это она очень понравилась, я вижу. Я дарю кому угодно. Потом в 10 раз, конечно, нужно сокращать чиновничий аппарат, в 5 раз полицию. Вообще, Россия никогда еще не была покрыта таким толстым слоем чиновников. Их количество растет с каждым днем, а они даже тля не размножаются так быстро. И это напоминает уже какое-то безумие. Мы недавно же видели эксперименты двух профессоров, профессора Мамаева и профессора Кокорина, которые доказали, что в Москве даже стулом невозможно махнуть, чтобы не задеть какого-нибудь руководителя какого-нибудь столичного департамента. То есть это все не голословие, это подтверждено экспериментально. Причем вот эти все структуры, которые жрут безостановочно деньги, их усилия идут прахом, потому что наметился четкий вектор на полную аннуляцию скреп. И на этот вектор надо чем-то отвечать. Вот власть может... Подождите, а где он наметился? Вот вы мне покажите пальчиком. А вот сейчас, подождите, наметился. Во-первых, посмотрите на меня. У вас-то он наметился с детства, это мы заметили. Совершенно верно, да. Но если у Кремля вообще есть задача политического выживания, то, вероятно, он должен был бы сделать сейчас вид, что так и задумано. Потому что вот работать по факту, работать уже как получилось, может любой дурак. Задача работать с опережением и угадывать вектора, да. Потому что вот что за страсть у Кремля писать против усиливающегося ветра, мне, честно говоря, непонятно. И вот я вот, кстати говоря, посмотрел потрясающе любопытный опрос, да. Причем это не либерасты какие-нибудь закатили. Это закатили самые лютые черносуйтинцы, есть такой профессор Семенов. И на нем, вот на этом опросе, вот прям живые печати Мордора и еще Сургуч не остыл. Они в Петербурге опросили 877 человек студенчества и с ужасом отметили, что у современной молодежи так называемая вера находится на самом последнем месте в списке ценностей. Там, правда, комментарии соответствующие, что это все из-за злобного атеиста Невзорова, Тангейзеров и порнушниц Пусси. Но эта же молодежь теперь показывает возрастание цифр терпимости к однополым бракам, да. 32% уже против 12% в прошлом году против нравственного, так называемого, контроля на ТВ. 33% не считают себя патриотами, им в этом слове слышится что-то пещерное, да. У молодежи в ходу пошли уже шуточки про так называемый бессмертный полк, который молодежь называют деды на палочке и ходящее кладбище. Их туда, судя по всему, пытаются гонять, и вот результат. Да, и заметьте, не только у них, даже уж кто-кто, учителя в Саратове и то осмелились поднять голос и сообщить, что их пытаются, значит, на это шествие сгонять силой, и они возражают. Причем, когда эта молодежь слышит про спуск очередного Посейдона, она уже понимает, что этот Посейдон великодержавненько спускают в ту жижу, которая, это жижа 30 миллионов очковых сортиров. И они понимают цену всем этим громыханием железом и хвостовству этой всей техникой. То есть вот рост не только отрицающих, но и стебущих настроений на самом деле по независимым и серьезным источникам достаточно серьезный. Причем понятно, что информационная атака на всякие скрепы, она идет и будет продолжаться. А скрепы, мы знаем, ржавые и трухлявые, с тем же самым Гитлером, посмотри. Вот сейчас понятное дело, что эта красноармейская байка про какие-то обугленные трупы в бункере будет наконец полностью уже смята, и ФБР откроет архивы и докажет, что да, действительно, ну и не мог Гитлер, у которого были все возможности свалить, были практически все деньги Европы, у него не было ни единой причины оставаться там в бункере. Но правда, пока в это хотят верить, потому что... Вот эти вот челюсти его... Слушайте, это же челюсти... Вы делали анализ ДНК, да? Я? Нет, не вы делали анализ ДНК, там своя рука владыка. И понятное дело, что... Я поняла, вы не верите, что кто-то умер, что Николай II до сих пор жив, что Гитлер? Николай II, там настолько смешная голливудская, клюквенная, абсолютно красивенькая история, я даже не знаю, кем надо быть, чтобы в нее верить, потому что это просто такой вот сказочный сценарий. Как Гитлеру могли делать ДНК, если у него там родственников никого нет? У него, во-первых, а, дофига родственников. Нет, ну где они? Они по другой фамилии живут, Витальд Иванович. Пытались сделать по этой челюсти, которая якобы осталась, да? Но понятно даже, что вот с Николаем II, там же действительно в чистом виде даже и церковно фейк, потому что не может быть Николай II, даже если принимать на веру эту легенду, он не является мучеником. Что такое мученик по христианской догматике? Это человек, который добровольно сделал выбор. Вот ему предложили, либо ты делаешь то-то и то-то, либо ты умираешь, да? Никто ему никакого выбора не предлагал, и его мученичество не является канонически выдержанным мученичеством. Александр Георгиевич, простите, а почему мы зашли в этот угол, это тоже скрепы? Это к тому, что, это конечно, во-первых, это скрепы, которые, это к тому, сколько денег они тратят напрасно. Но вот что бы еще надо было сделать, чтобы построить Россию? Конечно, Думу и Совет Федерации даже не надо распускать никакими специальными указами. Наши слушатели предлагают вывеску поменять. Очень уважительно вытолкать, единственное, что обязав заплатить, компенсировать заработную плату, расходы на дуфет, смирительные рубашки и другие представительские. За последние, как минимум, там два срока уже доказана бессмысленность и декоративность этих структур. То есть бедным должно быть государство. Вот обрати внимание, Оленька. Александр Глебович, оно сейчас обогащается, я расскажу, почему. Оно берет сумасшедшие, безумные, бессмысленно безумные грабительские налоги. Но когда у этого государства, как недавно грустно проглотивший в очередной раз очки Кудрин сообщил, пропало, ах, 772 миллиарда. У меня вопрос, кто-нибудь заметил отсутствие этих 772 миллиардов? В жизни что-нибудь поменялось, в бюджетах где-нибудь образовалась дыра. Понятно, что вот эта преизобильность собирания налогов, она идет только на то, чтобы было что разворовать. И ведь, смотрите, они даже в дачи, в тихие маленькие русские дачи, хибарки с бетонной дорожкой до сортира, где грядки пахнут говном и старая теплица, они и туда уже засунули лапы и вызвали панический спад. Бум-продаж дачных участков. Да, бум-продаж этих дачных участков. Хотя вот к дачным домам они вообще никакого отношения не имели и не имеют. Они только мешали людям их строить, возводить и в них жить. Они не вложили туда ни единой государственной копейки. Однако из них они тоже хотят стричь. Но, как мы видим и понимаем, что 90% этих всех сборов и налогов собирается только для того, чтобы было чем заняться расхитителем бюджетов и казны. Понятно, что такая ситуация в принципе легко поправима. И если транслировать наш опыт на Украину, это я как бы даю такой вот наказ Зеленскому, который мне все равно очень симпатичен, то возможно вот таким образом, то есть ликвидации всего ненужного, разрешить всем все по возможности. Вообще всем все. Потому что ведь когда нищих заставляют ходить по струнке, они просто воруют эту струнку. И они не могут ходить по струнке в принципе. И вот поймите, беда нынешних правителей в том, они не знают ни собственного государства, ни физики. Вот они хотят. Зато они знают математику. Они математику тоже не знают. Вот знаете, вот это равносильно вот сегодняшнее давление и влияние налоговое правовое на бедное российское население. Это такая попытка в тяжелом, цивилизованном, очень нормализованном государстве отковывать свой порядок. Это все равно, что, не знаю, вот ковать ртуть. Ртуть можно ковать. И из ртути можно делать великолепные гвозди. Но при определенной низкой, предельно низкой температуре. Если пытаться ковать обычную ртуть, она будет разлетаться мелкими брызгами и распространять всякие удушающие ядовитые испарения. Вот они все равно, не обращая внимания на то, в каком состоянии находится это общество, они пытаются из него что-то отковывать. Это не получится, вектор понятен. И поэтому теперь единственная надежда и Украины, и России только вот на ту волшебную саморегуляцию. И главное, действительно, дать возможность всем людям максимально обогатиться. Потому что любыми идеями, любой державностью можно и нужно... Все все равно не смогут. Вот смотрите, Оля, вот сейчас, подождите, приближается замечательная очередная дата. И мы с вами, и вы красавица, Оленька. Оленька красавица просит нас прерваться. Нет, я хотела просто вопрос задать. Зачем руку поднимать? Я хотела вопрос. Сейчас, вот смотри, вот тебе, мне, Дымарскому, всем, кто присутствует сейчас здесь в Гильвеце, кто слушает Эхо Москвы. В ближайшее время предстоит профинансировать съезд двоечников по химии. Огромный съезд двоечников по химии, всемирный, можно сказать. Ну, русская, российская страна будет финансировать только, естественно, российскую делегацию. Как известно, в эти дни съезжаются люди в Иерусалим, чтобы понаблюдать примитивную реакцию белого фосфора, серого углерода и кислорода, известную даже вот просто любознательному школьнику. И пасть перед этой примитивной химреакцией на Землю и совершенно искренне считать ее чудом. Потом то, что... Причем это детский фокус вообще для отсталых. Причем вот результат этой простенькой химреакции, доступной любому школьнику, надо потом поместить в специальное хранилище и под охраной самолетом повезти в Россию. Это тоже все миллионы и миллионы для того, чтобы тут отметить день изменения цвета своих яиц. И ситуация, когда... Ну, не своих, а куриных. Ну, подожди, человек же свое яйцо показывает, неважно, куриное оно или нет. И они показывают их друг другу при встрече, стукаются. И это все считается очень большим праздником. Это все будет происходить в реальности, будет происходить в том числе и за ваш, и за мой счет. Какой у вас был вопрос, Оля? У меня был вопрос по поводу вашей предыдущей сентенции относительно того, что не понимают они народ и вообще деньги из него жмут со страшной силой. А вот смотрите, как, наоборот, умно придумано про оскорбление власти. Они как раз все понимают. Везде кричат, что вот новый закон, штрафы, ужас, ужас, там слова не скажи. И тут же находятся люди, которые все эти слова говорят. Этих людей штрафуют. Первый случай со сказочным. Ну, вы все поняли. Человек обозвал сказочным многоточие президента и уже привлечен к ответственности и оштрафован. Чудесный способ зарабатывать никаких налогов, ничего, зная народ, который все равно не заткнется. Чудесно обложить всех штрафами и дальше жить еще 500 лет. Разве это не знание народа? Вы хотите меня спросить, как быть кому? Как быть тем, кто штрафует или штрафуемым? У меня вопрос. Может быть, это... Штрафуемый пьет до дна. Да, штрафуемый пьет до дна. Это совершенно очевидно. Может быть, вы недооцениваете хитроумность этого режима, как говорят. И этого закона. Может быть, они как раз смотрят очень даже далеко. Они знают, что народ будет костерить власть. И на этом просто собираются зарабатывать штрафы. Я думаю, что это просто в завуалированной форме такая очень большая школа публицистики. Потому что действительно издеваться над властью надо квалифицированно. И они хотят научить издеваться над ними не каким-то простым, вулигарным, безболезненным для них способом, а изощренно, поймите, вот оскорбление должно быть таким, чтобы его не хотелось, чтобы кто-нибудь где-нибудь повторил. В суде или в прессе. Поэтому большая часть настоящих оскорблений всегда проглатывается. Вот надо уметь сказануть так, чтобы было понятно, что любой процесс по этому поводу будет гораздо оскорбительнее, где-то прозвучавшей разовой реплики. Это должно быть настолько смертоубийственно и ядовито, что об этом лучше было бы всегда сразу же и сразу же мгновенно забывать. Потому что любое муссирование, любое тиражирование этого будет гораздо хуже, а это неизбежно при судебных процессах. Это неизбежно при попытках обращения на это внимания. То есть это я вас сейчас знакомлю с одним из рецептов, но я же призываю вас к мастерству в этом деле. То, что сделал дяденька, за что он должен заплатить 30 тысяч, бедолага, так и правильно, не надо лезть в войну профессионалов. Мы как-нибудь с оскорблениями власти справимся сами. Без милых, но абсолютно неподготовленных дилетантов. А вот смотрите, если завтра вот это вот то, что нельзя говорить и нельзя повторять, завтра там в каких-нибудь соцсетях возьмет, не знаю, несколько миллионов человек одновременно все это напишут. И что, все попадут, всех посадят, всех оштрафуют? Это невозможно. Я думаю, что такой эксперимент тоже будет в ближайшее время поставлен. Потому что там, где я говорил про вектора, и мы видим, что, во-первых, во многом благодаря, спасибо, конечно, Украине, да, вот, вне зависимости от того, кого они выбрали, зачем, что они будут с ним делать, как он закончит или начнет, как они обойдутся с трагической, но милой фигурой Порошенко. Вот спасибо им за просто эти выборы, потому что они этими выборами подожгли такое количество бигфордовых шнуров, которые все равно ведут в Россию. Понятное дело, что найдутся любители гасить эти ползущие огни, но их столько, что все не перегасят. Поэтому огромное им спасибо за то, что они в очередной раз показывают России великолепный стиль поведения. И, разумеется, дурное влияние Украины, оно играет роль в том, как проявляются и начинают все резче и резче обозначаться эти вектора. Это замечательно. Это я только к тому, что, ну, если у вас нет желания заплатить там 30 тысяч каким-то дуракам, которые потом на эти деньги будут кидать свои ржавые бомбы, неизвестно на кого. Да, если бомбы, они будут, известно, что делать. Вот куда пошли эти 772 миллиарда? 772 миллиарда никто не заметил. Администрация Нового Уренгоя, например, Александр Глебович, чтобы вы знали, намерена приобрести баян стоимостью в полмиллиона. У нас же госзакупки прекрасные есть. Вот туда на баяны уходит это все. Они все давно баян, они это знают, они хотят сделать это символом не только своей администрации. Это называется в интернете баян, и мы знаем, что это обозначает. Это печальный, я бы сказал, весьма и весьма позорный термин, которым обозначается то, что было уже очень давно, то, что иногда можно вспомнить, но что не играет никакой роли в этой жизни. Играет только баян. Играет гармонь, любимая, да. Вас, конечно, спрашивали, у нас осталась буквально минутка, вас, конечно, спрашивали, как вы готовитесь к Пасхе. Я вижу, что вы плохо готовитесь к Пасхе. Я уже готов. Я уже все сказал об этом. Нет, сказать-то сказали, но вы яйца-то красить будете, я надеюсь. Нет, Оренька, вы знаете, я вас разочарую. Я разочарую, я опять не буду красить яйца. Я опять не буду соблюдать всех этих первобытных странных обрядов, при том, что для меня, в отличие от всех остальных, является, как ни странно, довольно важным происхождением так называемого праздника. И мы прекрасно знаем, откуда этот праздник взялся и что он означает. Но, судя по поднятой вами в командном смысле авторучке, у нас уже не будет время поговорить про Пасху. Сегодня мы поговорим про Пасху. На следующей неделе. Прекрасно. Все расскажут, кто какие яйца тогда у нас покрасил. Виталий Дымарский, Ольга Журавлева и Александр Невзоров. Всем спасибо, всего доброго. Не за... Боже. Вот. Что? Не надо было.